Мост через Тимаку В связи следствия 26 февраля вечернего времени на участке местности вблизи домов, расположенных по улице Брагина и Великовскому переулку города Твери, произошел конфликт между группами лиц. В ходе конфликта обвиняемый из хулиганских побуждений достал из автомобиля, на котором приехал навстречу принадлежащее ему оружие, из которого произвел не менее 7 выстрелов с близкого расстояния у одного из мужчин. Непосредственно после совершения преступления злоумышленник с места его совершения скрылся. В результате преступных действий обвиняемого смерть потерпевшего наступила в машине скорой медицинской помощи от огнестрельного сквозного пулевого ранения груди. При выезде на место преступления следователями и криминалистами Следственного управления Следственного комитета, сотрудниками полиции проведен его осмотр, изъятые предметы, имеющие значение для следствия, установлена личность погибшего. Представителями Регионального следственного комитета России, сотрудниками областного УМВД проводился комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления против жизни и местонахождения лица, причастного к совершению данного преступления. К настоящему времени с обвиняемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Первым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области предъявлено обвинение мужчине 93-го года рождения в совершении преступления, предусмотренного пунктом Е и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Представителями Регионального следственного комитета России и сотрудниками областного ОМВД проводился комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления против жизни и местонахождения лица, причастного к совершению преступления. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение. К настоящему времени с обвиняемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Мы следим за ходом событий. Решение Верховного суда Российской Федерации по делу Александра Забинкова отложено на 22 марта. Сегодня, 1 марта, в суде ознакомились с апелляционными жалобами гособвинения и потерпевших сторон, а также доводами адвоката Забинкова. Подробнее об этом в следующем выпуске «Патрульная служба». Продолжение следует...